В поддержку Донбасса и освобожденной Украины, жители которой решили провести референдум о присоединении к России, в Ульяновске на центральной площади города 23 сентября проходит митинг-концерт «Своих не бросаем». Наш ульянский народ поддерживает нашего президента и поддерживает наших соседей, братский народ украинский. На наш век выпало трудное время. Сегодня враг на пороге нашей Родины. И я думаю, что мы должны сегодня отстоять наши интересы, дать по зубам этому врагу, чтобы нашим детям, нашим внукам жили они в мирное время. С каждой минутой на площадь подтягивалось все больше и больше неравнодушных ситуаций на Украине людей. Александр Николаев, будучи отцом пятерых детей, понимает, что на Донбассе, Запорожье и Херсоне тоже проживают семьи, похожие на его. И они тоже хотят жить в мире. Я полностью поддерживаю позицию, считаю правильное, что исконно русские земли возвращаются домой. Но я со своей стороны пришел поэтому сюда, для того, чтобы выразить свою позицию. С Александром на площадь пришли и его коллеги. И все они с ним солидарны. Но жители нашей области могут лишь поддержать это решение. Прибывшие в Ульяновск беженцы могут принять участие в референдумах о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Четыре избирательных участка организованы в бывшей гостинице «Венец». Согласно соцопросам, вхождение Запорожской области в состав России поддерживает 87% жителей, Херсонской – 80%, ДНР – 94% жителей республики, ЛНР – 93%. На 26 сентября данные по явке на участке голосования в ЛНР отдали свой голос более 76% граждан. Число проголосовавших превысило рубеж в 50% в ДНР и Запорожской области. Херсонская цифра вплотную приблизилась к 50%. О своих чувствах в эти дни рассказала Анна Пальчик. Вынужденная переселенка с территории ЛНР не смогла остаться в стороне. Решение о присоединении ее малой родины к России – событие, о котором она мечтала давно. Референдум – это возможность не только прекратить обстрелы по жителям освобожденной Украины, но и обязательно восстановить инфраструктуру. Возможность связаться со своими друзьями и близкими, что проживают в России. И, конечно, это надежда на мирную, спокойную жизнь. А пока нужно дождаться результатов референдума, который в Ульяновске на митинг-концерте поддержали 7000 неравнодушных жителей нашего города. Александр Злобин, Сергей Рябухин, репортер 73.